Грязью в камеру оператору брызгает модный баги Максима Кевлова, босса тревел-шоу вне зоны. С ним покружить на квадроцикла в Хакасию приехало 8 участников проекта. Пять дней экстремалы жили в палатках, готовили ужин на кострах и грелись под осенним солнцем на сундуках и Кушкулакской пещере. Прошлись по тропе предков и все на квадроциклах. От долгой дороги не имели даже пальцы. Пальчик с непривычки вот этот. Курок газа подустал. Был один момент, даже чуть-чуть призаснул за рулем, но ничего. Потом достал конфетку и все нормально было. Бодрый, но сегодня без сладости и простой работяга, как сам себя называет, Николай Ключук из Красноярска. Все участники тревел-шоу в него попали по конкурсу. Например, Маргарита Захарова, боевая дама из Новокузнецка, работала в компании по производству масла и сметаны. Говорит, испытанием был ветер. Он буквально надувал участников. Надо было держаться, когда идем 110. Да же, Андрей? Да. И у нас получается на нас очень много одежды. И вот эта вот куртка, которая раздувается просто в три тебя. И вот этот вот баланс и сопротивление с ветром. Вот это самое, наверное. В топ сложных маршрутов, со слов экстремалов, вошел путь на Ивановские озера. Он занял у команды 14 часов и почти 500 километров. Трудности, говорят, сглаживал юмор. Смеялись мы регулярно, просто безостановочно. У нас компания подобралась такая, что шутки сыпались, как из рога изобилия. Тревел-шоу свой путь по Хакасии завершило. Участники разъедутся по домам. А сочные моменты их путешествия республика увидит в феврале. Артем Паснов, Василий Самоделкин, Нотабен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова